Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Мы рассматриваем житие святых во свете Библии, чтобы смотреть на все это открытым оком. Вопрос 2042. Разве вы совсем не признаете монашество и святых, канонизированных нашей святой православной церковью? Но от святых столько чудес было, и они же не навсегда уходили в молчальность и в горы, но только чтобы усовершенствовать себя, а потом выходили на служение людям. Так делал апостол Павел, ибо он сам о себе говорит, что он подвязался в пустыне Аравийской. Что же он там делал, если монашество не от Бога? Павла и надо считать устроителем и истинным родоначальником монашества, ибо он был великий монах, неженатый, девственник. Ответ. Действительно, апостол Павел был некоторое время вдали от шуру мирского, но что он там делал, где именно и с кем? Этого мы не знаем. Но все остальные сведения о нем говорят, что он, выйдя из пустыни, уже никогда туда не возвращался, а шел по миру и сеял евангельское слово. Галатам 11.17. И пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск. 1 Коринфянам 7.29. Я вам скажу, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие. 1 Коринфянам 9.5. Или не имеем власти иметь в спутнице сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господи Екифа. Ни о каком монашестве апостола Павла нет даже и намека. Этих слов, иночество, монашество, монастырь, отшельничество, молчальничество, бессердевство, пострижение иномолекулы нет в Библии. Симеон Ветхий. 26 января. Припеводобный Симеон, именуемый Ветхим, с юных лет проводил пустынное житие, поселившись в одной небольшой пещере в Сирии, в совершенном уединении. Жизнь его протекала в строгом посте, непрерывной молитве и богомыслии. Пищей ему служили только травы, произраставшие вокруг пещеры. Так подвязался он в продолжение многих лет. Когда же к нему стали стекать все желающие видеть его, и через это нарушали его безмолвие, он оставил пещеру и переселился на гору Аман. Но и здесь не нашел покоя от многих стекавшихся к нему. Тогда он удалился на Синайскую гору. Григорий Двоеслов. 12 марта. Желания Григория были направлены не столько к мирскому, сколько к духовному. Он желал быть иноком, но при жизни родители и будущий святитель отлагал свое пострижение до времени более благоприятного, хотя и в мире он жил как бы иноком, проводя жизнь в чистом девстве. Так в Сицилии он создал шесть монастырей, снабдив их всем необходимым. А в Риме основал монастырь в честь святого апостола Андрея. Постригшись здесь, Григорий снял свои злототканные мирские одежды и облегся во властяные ризы иноческого чина. А через несколько времени он стал игуменом той обители. Главное заботой у Папы Григория было распространение и объяснение слова Божия. Многих еретиков он обратил к правоверию, содействовал к утверждению веры и в отдаленной Британии, Англии. Послав туда в 597 году проповедников подначальство монаха Бенедиктонского чина Августина, который убедил принять святое крещение самого короля Этельберта, что окончательно содействовал распространению христианской веры по всей стране. Вопрос 2043. Случалось ли, что, ревнуя о прямом указании Спасителя, настоятель посылал своих монахов на проповедь и сам ревновал об этом прямом указании Спасителя? Ответ. Это исключительно редкое явление, но есть такие в жития. Их не считают людям. Это же по Евангелию, и потому нужно спрятать. Но мы откроем эту чудную страницу в житиях святых и воевали против проповеди епископа. Деяние 4.2. В досаду я на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Деяние 8.25. Они же засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Деяние 9.20. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Деяние 10.42. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. Деяние 14.21. Проповедовав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. Александр Неусыпающих. 3.10. Кроме всего, Он учредил, чтобы по окончании каждой церковной и монастырской службы и после всякого дела произносили «Слава Вышне Богу на земле мир в человеках благоволения». Установив такой чин, в своей обители преподобный размышлял, что еще потребно к Богу угождению. И вспомнил псаломское слово «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивых к тебе обратятся». Псалом 50.15. Решил, что нужно заботиться не только о своем спасении, но и о других, особенно же пребывающих в нечестии. А так как в тех странах много в то время было идолопоклонства, то и умыслил Он послать некоторых из братьев с христовой проповедью. Избрал Он на это дело 70 самых сведущих и особо ревнующих о святой вере по числу тех христовых учеников, о которых святой евангелист Лука пишет. Избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Лука 10.1. Избрав такое число учеников на Христову проповедь и помолившись о них, подражатель Христов Александр послал их по два в окрестные долбоклоннические селения. Благодать Божия споспешенствовала их молитвами преподобного Отца. Не напрасны были их труды, а не многих из язычников обратили ко Христу. Вкусив с благодарением принесенной пищи, отослав в киновию тех, которые оказались маловерными и нетерпеливыми, святой пошел в те города и при помощи Божией благодати. В короткое время всех обратил ко Христу и евангельской проповедью. Дьявол же возбудил некоторых злых и завистливых людей, которые наклеветали епископу на преподобного и на братью его. Будто все, что они соблюдают, и посты, и молитвы, то делают лицемерно, для тщетной славы, на показ людям. Епископ не рассудив о ложной клевете, послал многих из своих слуг с теми клеветниками, прогнать с бесчестьем от города Александра и всех, кто с ним. Но Вадимый преподобным Александром счастный лик земных ангелов вошел уже в город с обычным псалмопением, так что посты и епископом встретили их уже в городе. Они, как разбойники, напали на них и, схватив каждого из них, много и тяжко били и вытаскили вон из города, а преподобному Александру, как начальнику, усугубили раны и бесчестье. Представьте, православное, как легко поверил епископ и все остальные, это тут ничего нету от Бога-то, а сатана правит бал. Заключаю, что через поколение, много через два, иссякнет наше православие. Если не изменить у нас образа воспитания и обычаев общества, то будет больше и больше слабеть истинное христианство. И, наконец, и совсем кончится. Останется только имя христианское, а духа христианского не будет. Все преисполнит дух мира. Феофан Затворник, 1863 год. Псалом 68, 9-14. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня. И плащу, постясь душою моей, и это ставит в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды в ретище, и делаю за них притчу, а мне толкует сидящий у ворот и поет в песнях пьющее вино. А я с молитвой моей к тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей, услышь меня, выседи спасение Твоего. Когда доходишь до этого псалма, то увидишь, неужели дом Божий выше Библии, выше Слова Божия. Если Слово Божие превосходнее всего на земле и самого имени Божия, то почему бы не ревновать о попранном и отвергнутом в православии Слове Христовом, замененном на вымысленные человеческие? Псалом 137, 2. Поклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Слово Божие, выше любого имени Божия. Псалом 118, 139. Ревность моя снидает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Вопрос 2044. В устроении монастырей столько порядка, умения хозяйствовать. Разве это плохо? Ответ. Но разве для того, чтобы хорошо вести хозяйство, нужно кого-то обижать? А у монастырей сплошь и рядом такая ситуация. Им нужно где-то новые монастыри строить, а там живут люди. Очень часто иноки бродящие, ни с кем не советуясь, начинали там строиться. Если у окрестных жителей были против этого, отнятия их исконных и наследственных земель, то сколько тут видений начиналось у монахов. И к ним шли воины из потустороннего мира. И с этими воинами нет никакого сладу. С ними могли разговаривать только особые контактеры в рясах. Если не давали по-хорошему, по-доброму, по-здорову, князь или крестьянин свою исконную, но понравившуюся монахам землю, как Ахау земляного уфея, то тут и места писания против законных владителей, и анафима, и избиения теми пришельцами. Чего бы ни пожелали эти блуждающие призраки в рясах черных, им тут же все должны отдать. И угодья, и места понравившиеся, и рыбную ловлю, и покосы, и ягодные места. Деяние 4.32 У множества уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Добровольно соединили свои имения, но с женами же не разводились ради иноческих разжиганий и подвигов. Пример сегодня к себе все эти жития. Вот ты живешь в деревне, и вдруг на твоем участке какой-то бомж начинает строиться. Что тут есть от божественного? Только если приравнивать всю святую Русь к безбожным и необрезанным хананеям и ферезеям, а монахов приравнивать к богоизбранному народу Израилеву, тогда прежде нужно шершней на эту бессмертную расу из крестьян наслать. Богатство монахов могли только большевики наполовину пересчитать. Отошли от Евангелия? Где тут Божья-то? Федор и Павел 2 октября Поставив себе в лесу шалаш из древесных ветвей, он остался здесь на жительство. У проезжей дороги на дерево он повесил сделанный из деревесной коры кузов. И прохожие проезжие, догадываясь, что тут живет пустынник, стали класть в него то хлеб, то овощи и другую милостыню. Пустынник, невидимый никем, тайно вынимал милостыню и делил ее с нищие братья. Проведавшие всем из многих селений, стали приходить в пустыннику за милостыней. И он делился всем, что находил в повешенном кузове. Преподобные отшельники принялись вырубать лес и очищать то место, которое благословил преподобный Сергий для построения храма. Однажды во время отдохновения от трудов в тонком сне явились Федору и Павлу два светлые воина, вооруженные и украшенные царскими багреницами, и сказали, трудитесь на семь месте. Бог и Пречистая Богородица не оставят место сего, и мы неотступно будем на семь месте на помощь вам и тем, кто после вас будет устраивать место сие. Преподобные припали к ногам их и сказали, кто вы, господа наши? Но воины вдруг стали невидимы. Только слышен был голос, назвавший одного Романом, а другого Давидом. Многие вельможи из Ростовской области стали завещать, чтобы их погребли в Борисоглебской обители и дарствовать ей на поминовение души в отчины свои села, деревни и пожни. Благодаря этому усилились средства монастыря, и преподобный Федор еще более стал трудиться над его устройством и собиранием братьев. Незеранная свою старость, он продолжал трудиться и заботиться о благе монастыря. Не давая себе покоя, он задумал отправиться на поиски удобного для рыбной ловли места на нужды монастыря. Там нашел он место, называемое Святая Лука. Обошедший это место и убедившись, что оно удобно для монастырского строения, он хотел занять себе займище и поставил одну небольшую церковь. Узнали об этом окрестные жители, еще не просвещенные тогда инородцы, чудского племени-то, и изгнали оттуда преподобного труженика. И знанный подвижник пошел далее, молясь за творящих ему зло. И утешая своих учеников, не скорбите, братья, Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Кто кого обидел, но монах, значит, его обидели, он никого не обижал. Пришел, поселился на чужой земле, чужую рыбу брать. Псалом 45, 2. Господь сказал своим ученикам, Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Матфея 10, 23. И вот однажды, когда Феофил стоял в своей келе на обычном вечернем правиле, несколько забылся и задремал, предстали ему два светлых Христовых воина, с растерпцем Бориса и Глеба, и сказали, Не скорби я об извести, Пречистая даст тебе известь в домовой вашей вотчине нашей, близ монастыря, и постройка каменных зданий в обители Пречистой Богородицы нашей не прекратится ни при тебе, ни после тебя. И мы в помощь к монастырскому строению будем. И с этими словами они стали невидимы. Через три дня приносят Игумену христианин из монастырской деревни Кочарки зобинку камней и рассказывают, что он нашел их на поле поверх земли. Игумен отсылает камни в печь, в хлебню. Когда камни обожгли и принесли показать Игумену, то оказалась известь белая, как снег. Игумен послал разведчиков, и на указанном месте нашлось достаточное количество извести, как для тогдашних построек, так и для последующих, согласно предсказанию. Цемента-то не было, все на извести. Александр Кушский, 9 июня. Ярославские князя Дмитрия и Симеон, узнав это о святом, пришли в великую радость и дали ему значительное пособие на церковные и монастырские нужды. А по смерти князя Дмитрия, супруга его, княгиня Мария, видя подвиги святого, пожертвовала ему на содержание монастыря в память мужа своего селения с крестьянами. И в Страте, Печерске, 28 марта. Один инок по имени Фросин и два других инока, Игнатий и Галактион, посвятившие себя на служение Богу, задумали подвязать совуединение и решили приискать удобное для этого место. Вскоре такое место было найдено. Называлось оно Вежище, и кроме леса и болот ничего другого не было на нем. Когда иноки пришли к этому месту, то ощутили в воздухе какое-то благоухание. И сошли это не за простое явление, а за особое указание божественного промысла. Много бедствий вынесли они от тамошних жителей, в особенности же от того одного вельможи, который по внушению дьявола не желал, чтобы вблизи его проживали монахи. Вопрос 2045 На чем подлавливали затворников демоны? У бесовской силы, видимо, тоже есть какой-то каталог. Кому и с каким пирогом подойти? Ответ Сам Люцифер пал от гордости и тщеславия. На том и ловит, особенно иноков. 1 Тимофея 3,6 Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Согласно этого одного только в Библии стиха, Златоос выводит, что дьявол пал именно от гордости. Из Икиля 28,17 От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я поверну тебя на землю. Монахи же ждут за свои томления особой близости к Всевышнему и на обычное существование без чудотворения и благоухания не согласны. Вот тут и поприще рогатому, голыми копытами бери закупоренных иноков. Исаакий Пещерский, 14 февраля. Сей преподобный, отец в миру, был богатым купцом, торопецким. Задумав стать иноком, он раздал все свое имение нуждающимся и монастырям. Пришел в пещеру к преподобному Антонию и просил его принять его в число иноков. Преподобный Антоний, предвидя, что сей муж будет подобно ангелам подвязаться в добродетелях и сам уподобиться ангелам, исполнил его желание. Сделавшись иноком, преподобный Исаакий возлюбил суровую жизнь. Он не только надел на себя власяницу, но велел еще купить себе козла и снять с него кожу. Из этой кожи еще сырой и мокрой он сделал себе одеяние и носил его сверху власяницы, так что кожа-то высыхала на его теле. Тогда же Исаакий затворился в одной тесной пещере, которая была размером всего около четырех локтей. И там молился Богу со слезами. Пищей ему служила одна лишь просфора, но и то он вкушал через день. Жажду он утолял водою, и то лишь в небольшом количестве. И пищу, и питье приносил ему преподобный Антоний и подавал через то людское оконце, что в нем могла поместиться одна только рука. Кроме того, преподобный Исаакий никогда не ложился на воду, но сидя, подкреплял себя кратковременным сном. Итак, среди великих подвигов он пробыл семь лет, не выходя из своей тесной кельи. Однажды, при наступлении вечера, он по своему обычаю начал творить колено преклонения, воспевая псалмы до полуночи. Когда же он утомился, то, погасив свечу, сел на месте своем. Внезапно пещеру озарил великий свет, яркий, как солнечный. И к преподобному подошли два беса в образе прекрасных юношей. Лица их светились, как солнце. Они сказали святому Исаакий, мы ангелы, а вот грядет тебе Христос с небесными силами. Поднявшись, Исаакий увидел множество бесов. Лица их светились, как солнце. Один же среди них сиял более всех, и от лица его исходили лучи. Тогда бесы сказали Исааке, Исаакий, вот Христос, поди перед ним и поклонись ему. Не поняв бесовской хитрости и забыва знаменовать себя крестным знаменем, преподобный поклонился тому бесу, как бы Христу. Точно же бесы подняли великий крик, возглашая Исаакий, ты наш теперь. Посадили его, они и сами сели вокруг него. Вся келья и пещерная улица около той кельи наполнились бесами. Тогда один из бесов, мнимый Христос, сказал, возьмите сапели, дудки, гусли и тимпаны и играйте на них, а Исаакий пусть пляшет перед нами. Точно бесы стали ударять в сапели, тимпаны и гусли. Сватив Исааки, они стали скакать с ним и плясать в течение долгого времени, утомив преподобного, и оставив его едва живым. И таким образом, надругавшись над ним, бесы исчезли. На следующий день, при наступлении времени, когда обыкновенный Исаакий вкушал свою пищу, преподобный Антоний подошел по своему обычаю к концу и сказал, благослови, отец Исааки. На сии не было никакого ответа. Изумившись, Антоний подумал, уж не представился ли святой Исаакий. Тогда послал он монастырь за преподобным Феодосием и за прочие братья. Придя, братья откопали пещеру и вынесли Исаакия, думая, что он умер. И положили перед пещерой. Но тут заметили они, что Исаакий еще жив. Тогда игумен преподобный Феодосий сказал, поистине, происшедшее с ним дело бесовское. Вот как-то понимали же это. Вопрос 2046. Молчальничество. Удаление от людей нравилось ли им самим, обладателям этих подвигов? Неужели подвижники-молчальники, а в душе проповедники, никогда не горели желанием поделиться с людьми своими достижениями, откровениями? Нехорошо человеку быть одному, сказал Бог. Человек – стадное животное, подхватили марксисты. Есть ли примеры тому, что в дальнейшем святые пришли к этой истине? Ответ. Да и как было не прийти-то, когда душа-то у всех от Бога? Хоть они и инокии монахи, а все же люди, человеками были. Могли бы они, как хотя бы эти бомжи прокаженные, когда-то опамятоваться и сказать, не дело мы делаем, что прячем свои таланты в пустыне, зарывая их до самого суда Божия. Попадет же нам за это? 4-й ассар, 7-8-9. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу, не так мы делаем. День сей день радостной вести. Если мы замедлим, и будем дожидаться утреннего света, то пойдет на нас вина. Пойдем же и уедомим дом царский. Серафим Саровский, 2 января. На молитве святой старец погружался иногда в глубокое, созерцательное молитвенное настроение, стоя перед иконой, но не считая никакой молитвы, не кладя поклонов, а только умом созерцая в сердце Господа. В течение недели он прочитывал по порядку весь Новый Завет, с понедельника по четверг 4 Евангелия, по одному каждодневно, и в остальные дни недели книгу Деяния, апостольских и послания. В сенях сквозь дверь иногда слышно было, как он, считая, толковал про себя новозаветные священные книги, и многие приходили и слушали слово его в свое наслаждение, утешение и назидание. Некому сказать-то сам с собой. Пахомий Великий, 15 мая. Пахомий боялся и того, что его постоянная забота о различных нужных мирян, заботы более всего приличные священникам и верным мирянам, могут соблазнить более слабых иноков. Он, по примеру, Пахомия, они могли бы увлечься служением миру, и в то же время не суметь сохранить себя неоскверненными от мира. Касьян, 29 февраля. С ранней юности своей он проявлял любовь к наукам и книгам священного писания. Отличаясь прилежанием и ясностью ума, он сначала изучил философию и астрономию, а потом перешел к благоговеренному изучению священного писания и прекрасно изучил его, так что по своим познаниям он был одним из выдающихся людей своего времени. Кроме этого, он соблюдал девство, отличался душевно-чистотою, благонравием и другими добродетелями. Оставив свое отечество, он пришел в Царьград к святому Иоанну Златоусту, приобретавши от него еще новое знание и научившись добродетельной жизни, он удалился в скит. В одном из бывших там монастырей святой Косян принял в себя иночество, всецело придав себя послушанию и всем монастырским трудам, приучая себя к тяжелой, требующей поста и других подвигов иноческой жизни. Эти подвиги возбудили в нем желание новых, высших, и он ушел в пустынное место, чтобы там вести безмолвную жизнь. Вопрос 2047 Аллилуйя, аминь.